Боба, не трогай никого, я не ручу. Мы получили очередной груз во время пандемии от наших дорогих спонсоров, которые, мне кажется, что нет таких людей, которые понимают все. Мы получили груз 12 тонн 500 на 3025 евро. Мы перевели все в деньгах. Это 59 тысяч лей, 532 лея наш груз. Благодаря координатору проекта Игорь Никишев, мы немножко, мы работали. Мы проводили разные мероприятия во время пандемии с нашими галифициарами возле нашего лошаса. Сегодня мы пригласили тех семей, которые имеют лежачих детей и сами есть и инвалидов. Их всего 20 семей. Сегодня первый раз я их вызвала на склад. Они знают соблюдать дистанцию, соблюдать, быть в масках все так, как положено. Насчет этого я за это наблюдаю. Я сама, как говорится, мы люди все взрослые, мы понимаем, что это не шутка. Груз очень хороший, в очень хорошем состоянии. Все, что тут есть, каждый человек получит по единице, вот начиная отсюда и вот так вот. А там они уже сами возле стола, на этот стол сами будут выбирать. Я хочу внести благодарность господину Максу, госпожа Эстер и госпоже Розалену за те труды ихние, за то, что Бог их одарил, такое призвание им дали, что они могут творить только и только добро. Они такие люди, которые не могут, чтобы не оказать ту помощь, в которой нуждаются наши люди. Они были у нас в прошлом году. Мы ждем в конец пандемии, чтобы они пришли, приехали еще раз к нам. Я им желаю здоровья, удачи, всех благ. Но своему партнеру, Игорю Никишову, я желаю только счастья. Он очень сейчас больной, очень трудный. Положение у него. Но я желаю, чтобы он выздоровел побыстрее и чтобы наш проект дальше продолжался. Мы не будем смотреть пандемия, не пандемия, но у нас работа должна идти. Я благодарю свою команду, у меня два бухгалтера и я. Я благодарю таможенную службу, что в такое нелегкое время они пришли. Мы приехали, приехал груз, нас растаможили, нас обсматривали. У нас всегда все в порядке. Зато я им говорю большое спасибо и поздравляю их с их прошедшим праздником, который они его недавно праздновали. Благодарю администрацию Меридиан-Норд. У нас с ними контракт. Я такой директор или председатель, который везде, где я нахожусь, у меня должен быть контракт. Чтоб никто не сомневался, чтоб никто ни о чем не думал, у нас все идет. Мы за все коммунальные услуги платим, как положено. За свет особенно, это склад нам дали по контракту без вагмента. Я им тоже очень благодарна. И всем, кто сегодня присутствует, и пресса, и премария, и телевидение, большое вам спасибо. Творите добро, вам это воздаст в сторону. Спасибо большое нашим спонсорам, спасибо эспиранциям. Жень, смотри сюда. За то, что дали нам гуманитарную помощь. Мы очень рады. Нам это очень выручает. На него ничего не могу найти. Всегда что-то попадает. То курточка, то маечка, то трусики. Спасибо большое за поддержку. Вы сейчас посещаете социальные центры, да? Как там у вас дела? Он ходит в социальные центры. У них там соблюдается дистанция. Они дезинфицируют руки. Все как положено. Мы очень довольны. Он находится с детьми. Общается с такими же, как он по уровню развития. Спасибо. Ну, у нас больной внук это. И мы за него получаем. Так как он болеет. И это со мной. Сколько лет внуку? Ему 26. И вы сами ухаживаете за ним, да? Мама ухаживает. Но пока она работает, то с ней. А когда она дома, то с ней. Вам эта помощь необходима? Необходима. Так как он ей у нас очень больной. С нервами и все на нас. Терпение. И здоровье. Всем и нам. Спасибо огромное спонсорам. И спасибо Раисе Федоровне. Всем огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok